Добрый день, в эфире программа «Союз нерушимый» и вас приветствует ведущий Азиз Агаев. И Владимир Сметанин. Здравствуйте, хорошего дня всем желаем. Ну, скажем, что наша программа сегодня выходит в записи. С гостем мы записываемся накануне и непосредственно сейчас его представим и тему нашу обозначим, Азиз Агаев. Да, это наш дорогой долгожданный гость, который уже давно живет на территории нашей области. Это Амир Асхавович Витзижев. Сегодня мы его представляем как представителя главы республики Ингушетии Юнусбека Евкурова в Кировской области. Скажу, что у него очень богатая общественная работа. Он очень длительное время, чуть ли не 20 лет, можно так сказать, если не больше, возглавлял общественную организацию «Войнах», которая раньше объединяла Чечено-Ингушскую диаспору или представителей Чечено-Ингушской диаспорной территории Кировской области. Амир, спасибо, что ты наконец-то нашел время с нами поговорить. Да, спасибо. Очень ждали представителя республики Ингушетия. И сегодня мы хотим поговорить о традиции и культуре Ингушетии. Помимо этого, так как ты редко у нас находишь время в связи с тем, что, видимо, и бизнес, и общественная работа, и много другое, мы тебе еще пару вопросов зададим, потому что Ингушетия – часть нашей великой страны, и, наверное, есть люди, которые бы хотели приобщиться и к красоте этой республики, и традициям, и культуре, и многим особенностям. Ведь хорошо, когда приходишь на место, и приедешь на место погостить, и не ошибешься со своими какими-то моделями поведения. Уже знаешь, да, собственно, к кому обращаться, как обращаться, куда можно отправиться, и как себя вести, в общем, это, ну да, конечно. Ну, Ингушетия, республика, чем известно, да, там, из энциклопедических данных, это самый маленький регион Российской Федерации по площади, там, примерно, 3,5 тысячи квадратных километров. Для сравнения, Кировская область – 120 тысяч квадратных километров. Но вот я выяснил, что республика Ингушетия славится самой большой рождаемостью, между прочим, в Российской Федерации. Молодцы. Да, все верно. С рождаемостью все хорошо. И самая низкая смертность. И самая низкая смертность. И продолжительность жизни тоже, наверное, самая большая. Очень-очень-очень высокая. Столица республики, разумеется, город Магаз. Магаз. Город Солнца. Да, город молодой, молодой совершенно. Там, сколько ему, 20 лет, по-моему, еще нету, как он статус города получил. Это как после распада Чечения-Ингушетии. И, соответственно, Грозная была общая столица. И вот от трех районов аграрных выделился Ингушетия. И было решение принято по строительству столицы города Магаз. Что собой Магаз сейчас представляет, раз уж мы о нем заговорили? Насколько интересен он для туристов? Туристы, как бы объяснить, город молодой. Там находится административное здание. Стративный центр, в общем-то, для республики. Да, административный центр. Здание строится своим колоритным местным. Город красивый. Да, и красивый. То есть, современный красивый город. И там, в принципе, он только административный или там люди живут? Живут, люди живут. То есть, там есть какие-то условия, то есть, парки какие-нибудь там? Да, конечно, есть. Современный красивый город. Современный красивый город, да. Ну, территория Ингушетской республики, это в основном горная территория? Ну, процент 40. Ну, там поменьше. Само площадь там около 3000 квадратных. И население около 500 тысяч. Ну, там, имейте в виду все местные чеченцы, русские. Ну, все, кто живет на территории республики, да? Да, да, да. Азербайджанцы там, ну, процент небольшого. То есть, все, практически представлены всем населением, что, народностями, извиняюсь. Язык как бы... Нахский, ну, ближе к чеченнгушке, как бы, в войнах. Ну, когда чеченцы-сенгушцы обращаются, когда подходят, сразу говорят, в войнах ты. Ну, чтобы не обидеть, чтобы не сказать. Ты наш? Да, да, это наш, ты наш. Ну, это обращаются в войнах ты или не в войнах. А есть какие-то принципиальные различия с чеченской культурой? Ну, единственное, вот, я вижу, это у ингушей с тёшей, тестем нельзя видеться по жизни. Так, так, так. То есть, то есть, то есть, поподробнее. То есть, мужчине нельзя видеться с тёшей и с тестем. Да, да. То есть, когда жену взял, и ты говоришь ее родителям, до свидания, прощайся. Ты действительно с ними прощаешься навсегда? Ну, видите, тут, знаете, что, тут и своя мудрость, чтобы они взяты не видели, как он там в плохом виде напивался. Или он некрасивый, или он слабый. Ну, чтобы такого не было. И жена, вот, тёша, тест, они не вмешиваются, семейные дела это. Вообще не вмешиваются. Ну, а жена может родителям ездить? Конечно, может, она ездит, дочь, как это, все нормально. А, то есть, вот, единственное, вот, зять это касается. А если они все-таки, ну, такая ситуация, они должны приехать, что? Приехать, зять уходит из дома. А, зять уходит из дома, чтобы вообще не видеть. Да, 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 или другую комнату спрятаться, ну, чтобы они не общались и не видели. Да, просто разные жизненные ситуации бывают, да, какие-то семейные, там, радостные, свадьба. Да, даже в недалеком. Или там кто-то уходит, кто-то из родственников тоже все равно все равно не собирается. Так я тебя понимаю. Ну, мы поняли, что религия – ислам. Да, 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 суньицкого направления. Суньицкого направления. Даже раньше, вот те времена, вот, ну, может, 20-30-е годы, даже проехать, взять, проезжать село на лошади, где живут у него. Родственники страны жены. Да, он должен, обязан был сойти с лошади, с уважением высказать, пешком пройтись по этому селу. Потом только выехав за околицу, садиться на лошадь – это уважительное такое отношение, соответственно, с родственниками со стороны жены. И взять по отношению вот к тем родственникам, которые представлены со стороны жены, он находится более пониженным, как бы, статусом. Он обязан выполнять их прихоть и взять. Родственников жены. Да, да. И еще племянник, грубо, и рожденный парень от со стороны сестры или жены там, и он тоже в более низшем статусе находится, чем от брата рожденный. Вот так вот. Свои есть там. То есть выгодно выдавать замуж девушку за ингуша, будешь все время на коне. Кстати, конь в жизни мужчины ингуша многое значат? Ну, сейчас уж. Ну, так вот изначально, традиционно, да? Конечно, изначально. Мальчик, подросток, вырастая, все-таки у него должен у него свой конь быть. Да, да, раньше. И заморочки ингушетии. Нет, все очень интересно, безумно, конечно, познавательно. А земледельческая страна? Ну, сейчас, видите, район-то, земли-то мало, там очень много, беженцев очень много. Откуда? Ну, спрыганы районы Осетии, это 70 тысяч, грубо было, из Грозного выехавших, которые уже, ну, раньше там заводы были, места работы, сейчас их нету. И, соответственно, когда Чечено-Ингушетская была республика, то есть чеченская территория больше представляла индустриализированную, скажем, территорию. Конечно, там город Грозный, очень промышленный, мощный, очень промышленный, очень промышленный, нефтеперебаш, там только несколько заводов было. А что выращивают Ингушетии? Ну, сейчас начали просто... Википедия, к примеру, относит Ингушетию к району Черноземья. Черноземья, да. Черноземья, да. Ну, то есть это проще, как бы, как люди говорят, плюнешь, вырастет, да. Ну, все растет, виноград, яблоки, персики, все вот это, но не то, что вот это, то, что у вас растет, там гранаты, это не растет, конечно. У вас это... Азербайджан имеет... В Азербайджане, да. Там не имеется вятку, но я супер, все вятечем, так что вот Азербайджан, там практически все растет, даже цитрусовые растут. У нас такого нету. Ну, сейчас яблоко, и сад заложили большой, и, соответственно, яблок очень много стало, персики, чересня, вишня, все-все. Вроде и молоко, молочное садо начало развивать. Уже более стабильно стало, и, соответственно, и люди потянули с труду. Так что... Амир Асхабович, можно попросить назвать такие основные черты характера ингуша? Мужчины, давайте. Сначала мужчины, потом женщины. Все время это прививает благородство, порядочность, 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 порядочность. Порядочность по отношению ко всем. Ко всем. Абсолютно. К взрослым, соседям, к тем, кто ты... Какой национальность не имеет значения, это порядочность прививает. И какой бы человек ни был бы сильным, какой бы слабым, одинаковое отношение. Это прививает с рождения все время. Кто бы с собой рядом ни был, не имеет значения. Если идет с тобой человек, с ним какие-то проблемы, ты должен за него вступиться. Это с детства прививается. У вас лично было в жизни? Конечно, конечно. Приходилось. Приходилось. И приходилось вступаться? Да, да. И армии приходилось, и по жизни приходилось. Это привит крови уже. От этого никуда не денешься. И прививает, соответственно, мужество с детства. Женщинам тоже сильно мудренно, чтобы порядочность. Главное, чтобы она была хозяйкой. Полный, имеется в виду домашний очаг. И даже вот по обычаям нашим, если человек оскорбляет мужчину, не его требовали один выкуп. Если женщина, это двойной сразу. Умножается надо. Это не по исламу, по дату было сразу. За убийство женщин двойная кровь, за убийство мужчин одинаково. Я вот что-то согласен с таким подходом. Я прилагаю, что женщина, как хранительница очага, как мать детей, как продолжение жизни. Чем можно обидеть ингуша? Так невзначай. Давай не будем об этом говорить. Не будем? Да, мало ли кому-то хочется. А как любого человека, чем можно, как любого, это не имеет значения. Как любого человека, как русский азербайджанский, не имеет значения. Семья главная ценность? Ну, как это сказать. Ну, одно из главных. Одно из главных. Да, ну, есть много чего. А еще своя земля, своя родина. Родина, религия, родители стоят выше. Я имею в виду семью в широком смысле. То есть все родственники, в том числе и родители. А у тебя в Ингушетии есть сейчас родственники? Ну, конечно, есть. Много? Да. Род целый. Понятно, целый род. А вот давайте сейчас как раз об этом поговорим. Мы до начала программы о башнях, да, упоминали. Что все это? Вот род ингушский. Что он собой представляет? Это представители более... Как квалифицировать это? Род или не род? Да. Ну, род, вот откуда он вышел с одного места, вот башни. У кого есть целая родовая башня, вот кто оттуда вышел, ставится родом. Давайте поясним, что такое родовая башня там? На каком этапе она появляется? Ну, она появилась в этапе, когда... Это то, что мы в телевизорах иногда видим, такие вот каменные, высоко построенные, как бы из каменных камней. Вот это и есть боевые башни. Вот это и есть боевые башни. И каждый род должен иметь такую... Да, это боевые башни. Она у нее была. И она у них есть. А изначально это его предназначение, это что, видеть врага издалека или что? Спрятаться. А, спрятаться. А почему вот эти башни в основном горах? Ну, видите, после вот разгрома, как его, Тимиром основном, Тимир Лан добил в Ингушу, и Тимир там тогда все связаны были. Разделения не было. То есть исторически, да? Да, да. И когда люди в горе ушли, ну, мало было людей. Их... То там кочевники ходили, плен брали. Вот и, соответственно, решили строить эти боевые башни. В горах. Да. Куда кочевники с трудом как-то добирались. Ну, из башни хорошо оборонятся. Да, да, да. И там любая, как бы, семья могла себя защитить. Там под припасек были, там полгода, год могли защищать. И, соответственно, рабство не уводили. Убийств не было. Чисто за это. То есть вот если башни, это обязательно уроды должно быть. Да, да, да. А сколько вообще, вот с вашей точки зрения, или есть какая-то статистика родов? Вот как вот делится в этом смысле в Ингушетии? Ну, 200 чем-то фамилий объединяет. То есть род мы можем социализировать. Фамилии. Да, если конкретно. То есть мы сейчас смотрим на твою фамилию Ведзижев? Ну, у нас еще немало ходит. А что значит фамилия Ведзижев, кстати? Ну, вот быстрый, то есть слово, быстрый. Быстрый? Да, да. То есть мы можем тебя назвать Амир Быстрый? Нет, я не знаю. Быстрый. Соответственно, да. Так. И, собственно, на этой традиции уже много-много-много времени. Извини, пожалуйста, вот Ведзижев, ты относишься к какому-то роду? Да, да. Эги. 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 Эгиев. 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 Ты к роду Эгиеву относишься? Ну, это мой выходцы оттуда. А как-то богатыров, Ведзижев, вот это братья, как бы. Эгиев, это привязанность к местности конкретно, да? Да, да, да. Эгиев, вот это. Есть башенный комплекс Эги. Эги Кала его переводят. Ну, и вот это очень. Эгиев это очень древняя, как бы, фамилия. Ну, тысячелетняя. Да, ну, тысячелетняя. Это больше, чем тысячелетняя фамилия, потому что это, в принципе, корень уходит еще глубже, как бы, этого слова, на самом деле, чисто филологически. Ну, я имею в виду по-чисто башням, я имею в виду. То есть, в принципе, сейчас появление новых родов невозможно? То есть, они все уже сформировались? Сформировались, да, да. Вот даже вот беглые... То есть, все башни построены? Да, да, уже сам уже никто не живет. Там беглые, кто приходил раньше, от Кровника, там, куда-то откуда. Они их не то, что свое объединяли, их кто-то себе присоединил, как бы, любая фамилия к себе обрела, и есть такое тоже. Смешение между родами? Регламентировано оно? Конечно, конечно. Это все делается осознанно, то есть, просчитывается, род вот с этим родом породнится, что-то все непросто. А есть ли безродных? Ну, сейчас-то это, наверное, по-моему, внимание обращают, но раньше это строго даже. Лет 20 назад уже, когда замуж выдавали, смотрели, чей корень, откуда, куда, обязательно. Сейчас-то уже, по-моему, как-то более лояльно начали относиться, хотя есть некоторые до сих пор внимание обращают, особенно старики обязательно. Там же наверняка есть какая-то своя церемония, представление рода, да, и рассказы о нем. Нет, 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 нет. Нет? Каждый знает, что он себе представит. А, понятно. Фамилию, назовем любой человек, знает, что он себе представит, еще от него можно ожидать. В мире прозвучало? Да, это не связываться. Лучше не связываться. Все равно, как бы, люди уезжали, женились там не только на тех, кто... Нет, конечно, много интернациональных браков, соответственно, сейчас уже люди разъезжают, многие же, и привозят, соответственно, и бывают замужем, уходят. Никуда от этого не денешься, это жизнь. Жизнь не стоит на месте. А в чем исключительная особенность, скажем, ингушского гостеприимства? Да, я думаю, кавказское на самом деле. Традиционно для всего Кавказа. Никак было. И даже до сих пор, если человек приехал в гости, ты его должен... Да, и, конечно, ну, не сказать, так он жестко, но все равно будут охранять, и это позор считается для рода, если с ним у тебя дома что-то случится, если у него что-то украдут или его побьют, и сразу это... Простите, а что с ним три дня делать, если его не спрашивать, откуда ты, кто и вообще такой? Ну, это традиция такие. Вот три дня он должен... Ну, мы сейчас с Володей сядем, значит, в автомобиль, приедем в ингушетию... Мы знаем этот срок, три дня у нас есть. И зайдем в любой дом и скажем, слушай, ну, вот, гости приехали. Такое возможно? Да. Возможно, когда ты от этого денешься. А три дня пройдет, и что дальше? Ну, уже сам должен... А, понятно. А мы, наверное, раньше трех дней уедем, будем приличными гостями. Тут надо совесть иметь, собственно, раз тебя три дня кормили, поели, содержали, надо... Надо объяснить, зачем приехал, да? С какими намерениями. Так, гостям, значит, тоже традиционное для Кавказа такое очень уважительное отношение. Да, да, да. Там, в том числе, если гостю какая-то угрожает, есть какая-то угроза извне, его нужно защитить, его нужно укрыть, ни в коем случае. Обязано, обязано, обязано защитить. Отличается ингушская лезгинка от других? Ну, чеченская, ингушская одна и та же. Одна и та же. Без всяких, и дагестанская зима отличается, но чеченская ингушская она одинаковая. А церемонии там всякие, там, бракосочетания там и так далее, особенности какие-то? Я думаю, у чеченцев ингушек одинаково, они, жених и невеста, они раздельно справляют, у женщины своя свадьба. Женская свадьба, мужская свадьба. Ну, как, кто замуж выдает, грубо, у них своя свадьба, вот, примерно. У мужчин своя свадьба, ну, парни своя свадьба. Кто принимает, там, свою свадьбу проводит, да? Да, да, да. Не, как, если выдаешь дождь замужем, у тебя своя свадьба у себя дома. А кто женится, у него своя свадьба у себя дома. А так как жениха нельзя, чтобы теща с тетей с ним видели, там жениха не бывает у женской свадьбы? Не, не, там и так не должен быть родственник, мужа. А, родственников мужа там не бывает? Да, там, у женщины, если выходит, у нее свои родственники, все. А у мужчины свои родственники, все. А мужчина, когда день, ну, парень, тот день, когда он женится, он скрывается, конечно, он не попадается старшим на глаза. Отцу, там, дядям, никому. Понятно. Там, определенные, недели-две он прячется. Я вот лично, видимо, долго буду переваривать эту информацию. А, хорошо, а потом вот свадьбы прошли, встречаться ли, и что им, дом построили заранее, или где-то они живут? Ну, у кого, как возможность есть. Или они живут в отцовском доме у парня, да? Если самый младший, он обязательно остается с родителями, остается, если он младший. А так, если бывает, там, кто-то работает, там, ну, за территорией, он, ну, по выбору, кто там останется по желанию. А так, аддат есть такой, что младший должен, ему оставляют дом, все, это уходит старший, вот это, ну, это, наверное... Ну, это тоже, в общем-то, как бы, обычный, да, права младшего, они, в данном случае, с родителями и в родительском доме. В каком возрасте уже принято ингушских девушек замуж выдавать? Чем, чем, чем? Ну, раньше, пораньше было сейчас, лет 22-23 сейчас, по-моему, люди более слабые стали, как бы, раньше, но более крепкие. Ну, физически слабее стали. Мое такое мнение, раньше, там, лет 18-19, сейчас уже думают, ребенок еще рано ее выдавать, или женить как-то, по возрасту, старше. А ты сам во сколько женился? Я-то поздно женился. На ингушке? Да, да. Да, да. А как насчет межнациональных браков, вопрос? Ну, есть много, и есть, и тут в Кировской области много, которые уже женаты. Сколько у тебя детей? Четверо. Четверо? Мальчики, девочки? По парам. По парам. Ну, многодетность свойственна тоже, да? Да, да, конечно, свойственна. Ингушским семьям, то есть, сколько, собственно, Всевышний даст, столько и будет. Ну, у тебя уже, например, старший, наверное, должен, как бы, уже закончить там школу. Да я же поздно женился. А, поздно женился. Еще дети. Еще дети. Ну, хотя они всегда дети для родителей, конечно. Старше, старше, 10 класс приходят. Конечно, остаются. А-а-а. А, все-таки, ну, такой щекотливый такой вопрос-то, да, там, заключая брак, ведь примиряются к богатству той или иной семьи, да? Вот сопоставлять авторитет с той или иной семьей приходится, там, нажитое имущество, тоже это все учитывается? Как сказать. Одна половина, то есть, сторона жениха должна, а это, например, подарить обязательно, сторона невесты, это нет? Нет, 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 такого нет, ну, она, женщина приходит, а мужчина должен обеспечить все уже, она верит. Ну, у нее приданное-то есть какое-то все равно это самое? Ну, приданное, какое, свои вещи есть, что она найдет. Ну, вот, я знаю, что, ну, скажем, в азербайджанской традиции девушки дают там, ну, типа, ну, давали раньше, там, постельное белье, там, мебель, там, все. Ну, сейчас мебель уже отходит для жизни. Ну, я понимаю, я как по традиции говорю. Да, да, было раньше обязательно мебель вывезти, но сейчас некоторые могут подарить, там, если увидеть, что жених, там, ну, бога, не обеспечен, могут, если родители обеспечены, уже дочь, но это, как бы, не афишируя. Ну, бытовые, как бы, всякие. Да, не афишируя, конечно, да, чтобы, а так, чтобы жених поехал, жил там, даже люди могут смеяться, если он даже переехал их село даже, не то, чтобы к ним там, в село даже переедешь, откуда родом жена, и то надсмехаться будут. Ну, я понимаю, если уж родители жены не вправе вмешиваться, да, в семейную жизнь, да, то уж и подавно никто вообще не может в семье вмешиваться. Мужчина всегда главный? Ну, все равно... Или как-то людская мала, она все равно тут сказывается. Нет, влияет это. Влияет? Влияет отец жениха. Отец жениха. Очень сильно. Старшие братья влияют, сильно вмешиваться могут, там, если она пожалует, что он там где-то неправильно ведет себя, те могут и, ну, на правильный путь поставить отец, то тем более. И старшие братья могут быть. Темную строить, по-русски. Да, 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 могут запросто. А, Амир, праздники? Ну, основные праздники – это Ураза Байран. Ураза Байран, да. То есть это главный праздник? Да, да, самый главный – это Ураза Байран. И вот там встречают, по-моему, как там его нигде и не праздник. Как встречают? Ну, кстати, не так, собственно, много времени остается, да, до праздника? Скоро? Прошел, прошел уже. Не, Ураза прошел. А, простите, это Курбан. Курбан, я имею в виду, да, Курбан, да. Ну, это не так случилось. Давайте сейчас, да, про особенности праздника поговорим после рекламы. Прервемся так, чисто символически продолжим. Давайте. Продолжаем наше общение. Программа «Союз нерушимый». Азиз Агаев. И Владимир Сметанин. Наш гость Амир Ведзижев, представитель, простите, главы республики Ингушетия в Кировской области. Итак, праздник. Ураза Байран. Да, главный праздник Ураза Байран. А какие еще есть праздники в Ингушетии? Это то, что по Адатву никто ничего не соблюдает. Это ушло вместе с язычеством. Ислам выстеснивает. То есть практически все. Ну, вот вытесняет, вытесняет. Ну, вот ты же знаешь, что у азербайджанцев, например, есть такой праздник, как Новый Русс. Ну, не сохранилось ничего такого. Не сохранилось ничего. То есть из всех праздников, Сава, только вот Ураза. А обычные светские какие-то праздники, я не знаю. Новый год, это то, конечно, справляет. Но это не массово, как бы говорят. Там и сейчас, соответственно, ислам кто-то запрещает. Новый год, 8 марта. Не, 8 марта. Не праздник. А мы тут, между прочим, к 8 марта приорачивали наши программы. Да, приглашали представительниц. Прекрасного пола в нашу студию. Ну, так, могут там, может, мужи, муж там поздравить, там, может, там, скрыть, там, ну, чтобы открыто, так, и я не видел, чтобы он праздновался. Ну, конечно, в светских, как бы, учреждениях там-то его поздравления, все есть, но, чтобы дома, на бытовом уровне, я не замечал. Ну, то есть, один праздник, получается, на весь год? Ну, два, курбан бы. Ну, курбан бы разом. Ну, праздник-то, сам можешь себя каждый день устраивать. Дни рождения? Ну, да, есть, которые исправляют, есть, которые не исправляют. Как, если соблюдается... Рождение ребенка. Ну, да, это-то, да, там, соответственно, и читает Коран, приглашает Мулу, есть там-то, соответственно... То есть, обычай, что это, как, типа, считалось, что рождение ребенка и потом суннат, как так называемый, да, это маленькая свадьба, скажем, такая, да? То есть, такого подхода нет? Не-не-не, я загружаю, более так сильно встречать, я так понимаю, поскольку такого масштаба нет, близко, близко нет, масштабы не те. Ну, давайте про кухню поговорим, ингушскую. Что, что вот вы кушаете дома? Ну, есть, женщины. Тем более, что супруга у тебя ингушка. Ну, готовить, что мясо, мясо вареное, мясо баранина, не свинина. Говядина, баранина, курятина. То, что считается, халяльная, считается, резаная по канонам ислама, как бы. Выпущенная кровь. Да, и... Как бы это варить? Варится мясо, потом отдельно варят, галушки их называют. Внутренности? Типа этих мелких нарезанных кусков теста. А, галушки, галушки. Галушки, галушки. Только по ингушке как называется? Ну, как? Ну, скажи по ингушке. Духалтам, духалтам. Духалтам. Да, в чеченском джижигалныш, а в ингушке духалтам. О, как различают, различают слова. Слова есть, это, ну, может, сто слов будут во всем языке различные. Это праздничное блюдо, обычное блюдо? Нет, это национальное праздничное. Что сейчас? Вот это главное, конечно, блюдо. Вот это. А из сладкого теста готовят, типа хавы. Хава. Потом лепешки жареные, ну, это как бы, чапельки же называется. Ну, это что, чеченский сингуши, одно и то же. Может, творог или тыквы с маслом, обмакиваешь, ну, вкусное блюдо очень. А так и плов, это общее, наверное, принятое. Вот особенность, вот эти два-три, вот эти две-три блюда, вот это. Отличается ингушский плов от других? Нет, одинаково. От других плов? Любых других? Нет, то же самое. То есть, ну, как традиционный кавказский плов? Как традиционный кавказский, да, азиатский, может, там, чуть-то ли. Ну, так то есть. Хорошо, Амир, дружба. Как вот ингуши умеют дружить? Вот чем-то отличается эта дружба? Или тоже, может, какие-то адаты там тоже по этому поводу? И что в основе дружбы может, да, находится, вот именно что? У тебя же есть друзья? Объединяет прям на веке. Друзья у всех есть, не без этого же. Ну, раньше это церемония была целая. Вот, если человек там, уже друг объявлялся, резали, соответственно, быка, приглашались люди, объявлялись на все село, что вот этот друг или кровник, это уже, соответственно, он чуть не становился братом, и за него ты должен был и пстить, и он за тебя должен был, если в кровнике появляется, церемония была целая. То есть такой человек, такой друг, он должен быть? Или я к тому, что, может быть, у кого-то без них вообще обходится? Ну, есть многие без друзей. Без друзей, то есть можно, да? Есть, многие, многие. А что может послужить основанием для того, чтобы такой друг появился? Ну, чисто дружба мужская, наверное. Ну, там, со школы, с детства, да, вот что-то, да? Да, да, с детства вообще интерес, мало ли что бывает. И однажды наступает момент, когда мужчины принимают решение, мы вот официально провозглашаем себя вот такими братьями. Просто не хватало праздника, наверное, они решили быка зарезать. Нет, сейчас этой церемонии нет. Нет, такого уже нет. А почему? Ну, ислам наступает, наверное. Это все же с язычество шло оттуда. А, кстати, ингушский народ вот часто задается этими вопросами. Ну, вот почему мы какие-то теряем свои какие-то обычаи, традиции? Почему-то сейчас этого нет? Есть какая-то вот ностальгия, может быть, даже какое-то негодование? Ну, наверняка взрослое поколение ссылается на это. Ну, что вот молодежь там теряет свои корни там или не знаю? Я не скажу, что много чего теряет, абы адаты сохраняются. Даже вот у нас любые, извиняюсь, слово такое, разборки, там действуют три закона. Первый это шариатский, второй адат, потом светский. Вот три за ней совместно идут. То есть сверяется на соответствии всем законам? Да, да, да. Местный адат, тысячелетний адат и светский. И, соответственно, чтобы потерял что-то народ из своих традиций. Конечно, есть какие-то церемиальные что-то. Потеряны какие-то церемонии, но суть от этого не потеряна. Музыка? Ну, она общая для всех кавказцев. Ну, лезгинька. Есть, конечно, своеобразие. Танцы — это лезгинька, и, конечно, есть своя музыка. Пение. Пение свои есть. Инструмент. Ну, инструмент. Основные юнгушские музыкальные инструменты. Барабан. Барабан и гармошка. Гармошка. Дэччэпандер называть это как его. Еще раз как? Дэччэпандер называть его. Балайка называть. А, ну, струнный инструмент, в общем, да. Дэччэпандер. Дэччэпандер. Да. Музыка где присутствует? В каких моментах жизненных? Ну, безусловно, на празднике, да? Да, да, да. Когда свадьба. А может человек просто дома, как бы, вот, в детстве на балалайке, вот этой, ну, дэччэпандер поиграть? Может, может, как и не. Это не считается чем-то там, что что это он от нечего делать, сел и начал там музицировать? Музицировать. Я не думаю, что считать так будет. Ну, кто, как относится, есть люди старые, которые это считают, как действительно человек празднует, жизнь проводит, бездельничает. Есть такое отношение тоже. Поэт и писатель родные, да? Да, да, есть. Это все изучается в Нарушете, да, на своем родном языке? Да, да, да. Что они изучают? Извини, спрошу тебя все-таки, ты кого вот считаешь там великим там ингушским поэтом или писателем? Ну, писатель Базоркин Идрис, если ты мне веково написал, ну, книгу потом дам, хорошая книга. Конечно, дай. Да, да, да. У нас буквально 7 минут остается. Давайте вот сейчас практическую такую часть программы устроим для тех, кто, возможно, примет решение отправиться в Нарушетию. Да, посмотрите, Нарушетию. Как добраться, куда посоветуете отправиться, на что обратите внимание? Ну, если на самолет, это, да, Магаз, аэропорт Магаз. Ну, горы очень красивые. Из Москвы летает, соответственно? Да, да, да. Из Казани летает поближе? В Казани нет, только из Москвы. В Москве, в Магаз есть такой рейс. Да, ну, из Кировской самолет, как прилетает в Москву, он через 2 часа вылетает. А, удобная стыковка такая, да. В горах очень интересно, там много сейчас построено туристического, очень много объектов туристических, чтобы и отдохнуть можно было. И в горах может спокойно, там безопасно, очень красиво быть налажен. И заодно вникнуть в ингустскую культуру. Ну, это всё увидит, почувствовать надо. Один раз есть, второй раз не откажешься. Вот, дороги есть уже. Хорошие дороги? Да, хорошие. На машину можно приехать. А официально туры продаются в Ингушетию? Туристические или вот так только? По договорённости в конкретный санаторий можно приехать, в конкретную гостиницу? Я сейчас точно не могу сказать, но уже собирались, чтобы через туристическое всё, как было, чтобы проще. Я думаю, что господин Девкуров заинтересован тоже в привлечении. Конечно, чтобы инвестировать. Сколько километров нам в машине? Два-триста. Да, две тысячи триста. Такая стандартная такая, да, практически цифра у нас, там, две тысячи километров плюс-минус, да, да, обычно от этих краёв. Грязи, минеральные воды, что-то там. Лечебница, лечебница, лечебница. Есть, есть. Есть. Медицинский туризм тоже, как у нас в Кировской области пытаются развивать, там тоже присутствует. Какие-то святыни мусульманские? Мусульманские. Какие-нибудь святые там? Ингуши приняли ислам, значит, недавно, 178 лет назад. Ну, вот нам говорили, что в Чечне есть там какой-то, я сейчас забыл на... Устазь, Кичи, Кичи. Да, да. Похоронен, да, что люди ходят туда, на могилу. А вот к родовым тем башням, о которых мы говорили, доступ, он всеобщий, открытый, нужен, да, и туристы могут подойти, ознакомиться и узнать историю того или иного рода. Да, да, да. Там святомогильники, раньше до ислама, она же не хоронили землю, а клали в этих склепах, и человек там высыхал. В общем, всё это открыто? Да, да, открыто, да. Или, может быть, есть какая-то часть жизни, которую не принято показывать? Показывать не принято. Семейные отношения, единственное. Семейные отношения, да? Да, это никто не хочет. Ну, это в любой культуре. Любой культуре, безусловно, да. А там скрыто, чего там, я не скажу, скрыто. Отношения к ингушам, там, не знаю, внутри семьи, которые всё-таки решают расстаться с родным домом, уезжают, жить далеко, работать, их с лёгкостью отпускают? Я не скажу, что лёгко отпускают, там всё равно есть и контроль, и желание, чтобы вернулся. В чём контроль заключается? Ну, могут выехать, посмотреть, чем он живёт. Как обосновался на новом месте. Да, да, да. Чем он дышит, чем питается. Я так понимаю, вам тоже однажды пришлось с этим столкнуться, когда вы приняли решение покинуть родину и, собственно, обосноваться далеко? Да, я тут брат работал, председателем колхоза в Юрианском районе, я так приезжал сюда, первый раз там приехал. По-русски все говорят в Ингушетии? Да, да. Все говорят. Ну, конечно, за искучением стариков там ставили, а так с ума все разговаривают на русском. Сколько ингушетские дедушки живут там, максимум? Долгожитые, долговлитые, это, конечно, один из... У нас дядя, чем, прожил 103-104 года, которые я реально знаю. Ого. Он до конца жизни на коней ездил. И этот зикер участвовал, ну, и там бегал, все нормально. И буквально за год так он умер, заболел. И с коня слез, и пришлось ему. Пришлось уже, да? Да, да, и скот держал. Он не мог без работы сидеть сто лет, сто лет еще. Он полол, картошку копал сам, не мог сидеть без дела. Вот так вот. Ну что, наверное, в этом и есть секрет долголетия. Чистый воздух, натуральные продукты, работа постоянная. Живи в гармонии с самим собой и будешь жить сто лет. Да, и в первую очередь, да, когда нет никаких внутренних противоречий, да, и... Да, 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 да. Самое главное вот это, с самим собой в гармонии жить, и никому ничего не завидовать, ни перед кем не пересмыкается, вот и все. Сохранять достоинство. Да, да, достоинство в любом случае сохранять, кто бы он ни был, одинаково относиться людям, какой бы он ни был, и чем бы он там не представлял себя. Спасибо, спасибо, да, на этом завершение нашей беседы. Вот это вот, я думаю, что обратить на это особое внимание радиослушателей, что сказал Амир в конце. Спасибо вам за приглашение. И на этой позитивной ноте, да, всем. За приглашение. До свидания, спасибо. Амир Ведзижев, представитель главы республики Ингушейцы в Кировской области. Спасибо большое. Союз Нерушимый сегодня завершен. До свидания. Союз Нерушимый Союз Нерушимый